1 марта 1919 года в системе уголовного розыска России был создан кабинет судебной экспертизы, первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России. В те времена число проводимых экспертиз было достаточно ограниченным. Чаще всего они занимались исследованием разнообразных веществ и документов. Позднее стали появляться новые виды исследований. Специалисты начали применять в своей работе все большее количество научно-технических средств. Мы непосредственно с этим чемоданом каждый раз выезжаем на все осмотры места происшествия. У каждого эксперта есть свой индивидуальный чемодан. В принципе они все унифицированы, во всех присутствуют одни и те же приборы, средства для изъятия вещественных доказательств. Практически ежедневно им приходится решать непростые загадки, помогающие раскрывать преступления. В своей работе они используют современные научно-технические знания. У нас есть специализированные аппаратные обеспечения, программные обеспечения, комплексы для планирования информации. Для исследования мобильных устройств у нас есть специализированный программно-аппаратный комплекс УФЭД, специализированные стенды для исследования, извлечения информации, анализа и создания отчетов и заключения эксперта. Процедуры, благодаря которой, как мы знаем по фильмам, раскрываются практически любые преступления, на самом деле не так уж проста. Это кропотливый труд. Фильм фест. Они обнаружили, вот он волосочек, он вернулся к сяке. Засунули его пинцетом в пробирку, его поболтали, помешали. Ой, вот он, совпадение 100%. Это Вася Иванович. На самом деле, такого нету. До такого и такого еще не дошли. К тому же, высока доля ответственности на ошибку не имеет права никто из экспертов. Одна ошибка может сломать человеческую судьбу. Но данные, полученные в лаборатории, настолько ценны, что их используют в государственных масштабах. В нашей лаборатории осуществляется реализация 242-го федерального закона о государственной геномной регистрации в Российской Федерации. О чем он у нас говорит. Проще можно выразить так, что гены всех самых опасных преступников у нас будут взяты на контроль. Без экспертов криминалистов не обходятся и в сфере экономических преступлений. Часто главной уликой против взяточников являются аудиозаписи некоторых разговоров. Это оперативные записи, которые нам предоставляет оперативная служба. И это всегда записи телефонных переговоров. Либо это записи, полученные оперативным путем, записанные на диктофон. А в чем сложность идентификации? Голос немножко трансформируется, да, на таких? Да, все зависит от канала связи. При этом коварные преступники почти всегда используют кодовые и шифровые слова. И эксперты фоноскопического направления в буквальном смысле разгадывают шарады и ребусы. Допустим, при обсуждении передачи наркотических средств часто преступники не используют открыто наименование наркотиков. Используют узкую специальную лексику. Используются жаргоны, используется арго. И задача лингвистической экспертизы установить, говорили ли они о наркотиках или просто они продавали какие-либо билеты. Основные задачи эксперта-криминалиста – собрать и исследовать улики с места преступления, следы крови, обуви, отпечатки пальцев, предметы, которые могут оказаться важными вещественными доказательствами, осмотреть повреждения на телах пострадавших и погибших. Доскональное исследование улик проводится уже в лаборатории. Существует множество видов экспертиз, которые помогают воссоздать картину преступления, идентифицировать орудия преступления, опознать преступника и его жертву. Здесь, в комнате хранения оружия ЭКЦ, практически вся криминальная история Рязани. С каждым экземпляром связано свое преступление. Образцы, представленные здесь, изымают криминалисты и исследуют, а после помещают снова сюда, в комнату хранения. Каждый из них может стать дополнительным инструментом при расследовании нового преступления. Данное оружие у нас используется как производство экспертиз, то есть, скажем так, когда какое-то оружие приходит у нас на исследование, мы сразу сравниваем с теми, что у нас имеется. Ну, это, как вы сами понимаете, часть оружия, то есть, у нас практически весь, все виды оружия, ходовые, которые были до войны, после войны, все здесь имеется. Также данное оружие используется, когда приходят какие-то, скажем так, различные патроны, чтобы проверить их пригодность к стрельбе, отстрелять данные патроны, также используется данное оружие. Уникальные ружья, таких больше нет в обороте, да и найти их можно только в частных коллекциях. Ружья 18 века, что называется популярные автоматы Калашникова и многое другое. Все это хранится здесь, в ЭКЦ Министерства внутренних дел. Ни один музей не похвастается таким собранием. Коллекция эта, скажем так, на протяжении долгих лет собиралась. Большая часть это где-то начиная с 90-х годов, то есть, когда наибольшее в России шоу, скажем так, криминализация. Ну, и в наше время тоже, в принципе, поток не уменьшается оружием. Также у нас в коллекции очень, скажем так, вещи, которые являются эксклюзивными. То есть, немецкие образцы, которые еще в Германии приводились после войны, после военной оружия. То есть, различные, даже дуэльный пистолет, различные у нас револьверы с митвессом. То есть, скажем так, те, то оружие, которое показывают в фильмах про ковбоя, практически вот это вот самое и есть. Но все это оружие вовсе не гордость коллекционеров. Это результат и одновременно инструмент для новых исследований многих поколений экспертов. Тех, чья работа, незримая нам, становится основой для раскрытия самых запутанных и самых сложных преступлений.